Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua, где мы вместе с вами тестируем всякие полезные автомобильные штуки, а также мобильные приложения, которые могут пригодиться современному водителю. И недавно в мое поле зрения попало обновленное приложение от службы такси Уклон. Это приложение обновилось буквально неделю назад и его сейчас все бурно обсуждают в интернете. И поэтому я вместе с вами решил сделать свой объективный и незатянутый обзор данного приложения и выяснить, что же нового предлагает компания Уклон. Итак, что же изменилось в приложении? В первую очередь изменилась цветовая гамма, либо скин приложения. Если мне не изменяет память, то самая ранняя версия была такой светленькой, предыдущая версия однозначно была в темных тонах, и вот новая версия, она опять имеет светлые тона. При этом, если раньше вводить информацию о пункте назначения и дополнительных услугах нужно было на одной странице, сейчас же заказ такси будет пошаговым. То есть мы вводим адрес, либо пункт назначения, куда нам нужно ехать. Я, например, не знаю точный адрес, но я знаю, что рядом здесь есть торгово-развлекательный центр и кинотеатр. И, собственно говоря, он называется блокбастер. Приложение его находит и знает, где это место. Здесь определяется ваш номер. Место отправки определяется автоматически каждый раз, когда вы заходите в приложение. А пункт отправления, в принципе, вбивается вручную. Это может быть либо адрес, либо, вот как мы сделали, просто название какого-то торгово-развлекательного центра. Нажимаем далее и, собственно говоря, переходим к тарифам. В режиме стандарт это будет 54 гривны, если мы хотим машину по комфортнее 66 и бизнес-класс 77 гривен. Тип оплаты может быть как наличным, так и безналичным. Также помимо класса автомобиля можно заказать услугу драйвера. Драйвер это водитель, который приедет к вашему автомобилю, вместо вас сядет за руль и отвезет вас в необходимое место. Услуга крайне актуальна в том случае, если вы по каким-то причинам не можете законно управлять транспортным средством. Но эта услуга не самая дешевая. Обычно она превышает стандартный тариф в 2, а то и 3 раза. И в ближайшее время я постараюсь рассказать вам, как найти очень бюджетного драйвера. И есть еще дополнительные услуги. Здесь услуга курьера. Если вам нужно просто передать кому-то какие-то забытые ключи, либо не очень важные документы. Некурящий водитель, дополнительный багаж, животное, кондиционер, англоговорящий водитель, встретить с табличкой и молчаливый водитель. В принципе молчаливый таксист это всегда в приоритете. Например, нам нужен англоговорящий водитель. Ставим галочку, нажимаем готово. И наш тариф увеличился на 10 гривен. Можно сюда еще, например, добавить животное. Пусть это будет кот. Добавили кота и получилось 84 гривны. То есть еще плюс 20 гривен за животное. Другими словами, в нашей стране водитель, готовый перевозить котов, может зарабатывать в 2 раза больше, чем водитель, знающий английский язык. Нажимаем готово. Видим тариф меняется, но потом решаем отказаться от какой-то услуги. И мне, честно говоря, как пользователю непонятно, как мне отказаться от всех этих услуг. Если нажать крестик, то собственно говоря, тоже ничего не происходит. Единственный вариант, я так понимаю, нужно вернуться назад, заново выбрать адрес, нажимаем далее. Нет, все равно все остается на своих местах. Скорее всего, либо я чего-то не понимаю, и приложение немножко замудренное, либо просто не доработали эту функцию разработчики, и к ним просьба как-то исправить этот момент. Так как все вот эти галочки не убираются. Единственный вариант, как-то повлиять на стоимость в таком случае, это просто снизить ее через соответствующее меню. Но существенно мы ее снизить все равно не сможем. Этот пункт больше предназначен для того, чтобы повышать стоимость и сделать ваш заказ более привлекательным для водителя такси. Нередко эти товарищи не хотят ездить по тарифам, указанным в приложении, либо по тарифам, которые озвучивает оператор такси. Поэтому приходится просто повышать стоимость для того, чтобы уехать. Нажимаем готово. Если вернуться в основное меню, здесь можно увидеть баннер, в котором разработчики рассказывают вам о том, что изменилось в приложении. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного здесь не указано. Также в основном меню вы можете указать точный адрес своего дома и место работы. И постоянно, если вы ездите по этим адресам, вам не нужно будет вбивать адрес вручную. Достаточно будет нажать кнопочку «Дом» либо «Работа». В левом верхнем углу так называемый «Бургер», в котором тоже все просто и понятно. Например, здесь «История». И, кстати, в старой версии оценить качество предоставленных услуг можно было только через «Историю». А сейчас уже непосредственно после выполнения заказа у вас в приложении будет доступна функция оценки поездки. Разработчики говорят, что это сделано для того, чтобы получать как можно больше обратной связи, так как в «Историю» редко кто заходил и оставлял там какие-то отзывы. Также можно выбрать способ оплаты. Это либо карта, либо наличные. И вот каждый раз, когда, например, мы выходим с этого меню, нас выбрасывает в основной интерфейс. Хотелось бы возвращаться вот в эту часть меню, чтобы заново не заходить. И здесь можно добавить еще несколько избранных адресов, помимо дома и работы. Из дополнительных удобств можно отметить возможность написать комментарий для водителя. Например, приложение достаточно точно определяет ваше местонахождение. Но если по данному адресу находится несколько магазинов, офисов, либо учреждений, и вы не хотите рассказывать по телефону, где именно вы находитесь, в комментарии вы можете написать, что по адресу Степана Бандеры 8 находится магазин «База автозвука». И вас нужно встречать именно возле этого магазина. Также в приложении осталась моя любимая функция, которая позволяет вызвать такси на определенное время и определенную дату. Например, когда приходится ехать куда-то в 5 утра и хочется поспать подольше, можно просто заказать такси на 5 утра и быть уверенным в том, что машина к этому времени будет. И утром не тратить время на вызов такси. Услуга вызова такси по времени всегда работает на 100%, так как заказ появляется в эфире задолго до того, как машина нужна по адресу. И многие водители такси имеют возможность подстроить и подгадать свой маршрут под ваш адрес. В общем, для того, чтобы сбросить все дополнительные функции, которые нам не нужны, и мы выбрали случайно, я закрываю приложение и захожу в него заново. Ждем определения нашего местоположения. Вбиваем тот же адрес. Так, блокбастер. Нажимаем далее. И по какой-то непонятной причине наш тариф уже составляет 92 гривны. До этого было 54 без дополнительных услуг, сейчас без дополнительных услуг 92 гривны. Все, что изменилось, так это только то, что мы закрыли приложение и зашли в него заново. Например, мы сейчас сюда добавим собаку. И тариф изменился еще на 30 гривен. В общем, с тарифами какая-то путаница. Разница между первым и вторым заказом составила около 10 минут, но тариф при этом увеличился практически на 40 гривен. Давайте попробуем заказать и сделать отмену. Все, значит, у нас указано, какая будет машина. Водитель взял заказ. Есть рейтинг водителя. Можно даже посмотреть отзывы, кто к вам едет. И если вдруг водитель вас не устроил, либо вы передумали, нажимаем функцию отмены. Ну, пусть это будут изменились планы. Отменить заказ. Надеюсь, никаких штрафных санкций с нас компания Уклон за это не возьмет. Также, в принципе, если включена геолокация, очень удобно во время подачи машины. Вы прямо на карте можете видеть, где находится водитель такси и как быстро он к вам подъедет. Такая функция позволяет не спешить, скажем так, к машине, а собираться себе в спокойном режиме и выходить на улицу как раз в момент подачи автомобиля такси. В общем, познакомившись с новым приложением Уклон, можно сказать, что смена интерфейса и скина пошла на пользу. Действительно, к восприятию светлая тема гораздо лучше, чем старая темная. При этом меню достаточно простое, все делается пошагово, со всеми функциями легко разобраться. Но, тем не менее, есть несколько багов. Первый – это невозможность убрать дополнительную услугу, если вы ее уже один раз выбрали. Для того, чтобы отказаться от дополнительной услуги, мне пришлось закрыть приложение и зайти в него заново. Возможно, конечно, есть другой способ, но он не такой дружелюбный, как все остальное меню. Также главное меню, которое вызывается так называемым бургером, каждый раз прячется после выхода из-под меню. Также меня немного смутили разные тарифы при заказе машины на один и тот же адрес в одно и то же время. На этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте ему лайк, а также подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok